Пустые баночки Я думаю, готова снимать о полных баночках, но то, что не понравилось, так как мало бывает все-таки продукции, которой я влюблена. И перед тем, как выбросить их, решила показать вам. Вот кручу в руках тоник. Давайте сразу тогда начнем мы с него. Это тоник с iHerb. Достаточно известный, все его очень сильно любят, насколько я знаю, но запах розы все-таки совсем не мое. Здесь прям чисто, настоящая роза. И она мне не дает покоя. Не могу прям как-то пользоваться. Он без алкоголя, такой весь натуральный, хороший. Но запах меня просто убивает. И... А что такое трясучки? Так что мне не нравится, я кому-нибудь отдам. Добила я вот эту вот баночку с салфетками для снятия макияжа. Отвратительная вещь, просто... Я уже говорила, что это дрянь. И еще раз скажу, что это абсолютная дрянь от Jason, потому что это безумно щипет глаза. Плохо снимает макияж. Натуральная, вроде бы она такая тоже вся хорошая. Но просто жесть. Это мне нужно было глаза просто выколоть от того, какая она сильно жгучая штука. Следующий у меня будет вот такой вот защита цвета для лак для волос от Sios. Но он нифига не фиксирует. Здесь написано, экстренная, экстрасильная фиксация, легко удаляется при расчесывании. Да, он действительно легко удаляется, потому что он нифига не делает. У него приятный запах, классное распыление. Но я даже не знаю, что с ним можно фиксировать. Вот даже такие легкие кудряшки, локоны, я не знаю. Но ничего он не делает, он просто утяжеляет, грубо говоря, и пачкает ваши волосы. Я недавно поняла, что я абсолютная маньячка по гелям для душа. Просто я обожаю. У меня разные запахи. Я все время, мимо, когда иду любого стенда, мне хочется... Вот что и где я обязательно останавливаюсь, это гели. И не важно, какая это марка вообще. То есть, главный запах меня вообще просто. Я тащусь от него. И сейчас хочу сказать, что вот такой у меня есть гель. Покупала его Джоанна, что ли, фирма называется. Покупала его в подружке. С ванилью. Видите, как видите, здесь очень много еще его. Но у него... Знаете, есть ваниль вкусно, а есть резкая. Концентрированная до безумия просто. Невозможно им пользоваться. Вот он у меня стоит. Очень классная упаковка с дозатором. Мне... Ну, как бы это... Это плюс, да? Но... Он прям такой невероятный. Я им, короче, мою лапки собаки после быстрой прогулки. Но я сама им не могу пользоваться. И не отходя далеко, сразу покажу вам мою любовь. Я просто влюбилась в этот запах. Это... Отдав влажняющий и питательный крем-гель для душа с кокосом и... Кокосовое молочко и лепестки жасмина. Кокос и лепестки жасмина. Как такое сочетание, да? Необычное. Но это такой невероятный аромат. Мне хочется лежать в ванне, расслабляться. Со свечами. Он такой нежный. Такой прям вот... Короче, он закончился. И я могу сказать, что у Давы мне очень многие нравятся крем-гель для душа. Всякие очень у них разные запахи. И они все весьма достойные. Даже самые классические мне нравятся. Но он, к сожалению, закончился. Так что будем искать что-нибудь вкусненькое еще. Пайлифит у меня уже в помойку. Это, конечно, не баночки. Но это вот такой бьюти-блендер, сайхерба, трилл-техник. Мне они очень нравятся. Я купила уже себе два новых. Потому что их часто не бывает в наличии. И я быстрее-быстрее запаслась, пока они есть. Меня он устраивает. Я, честно скажу, я розовый не пробовала. Может, он еще и круче. Но как-то вот... Купила когда-то вот этот. И меня он устраивает. И... То есть, вот. Так, далее у меня будет шампунь от Nature's Gate с Жожоба. Не знаю, почему он у меня остался. Я его, по-моему, показывала в прошлой видео, что он мне не понравился. А, я, по-моему, мужа оставляла, чтобы он его добил. Нет. Грязнее волос я не видела. Ни у себя, ни у мужа на белом свете. Потому что это отвратительная штука. Именно Жожоба. Не буду говорить о марке. Не буду говорить о других шампунях. Но это... Запах отличный. Очень классный состав. Все прям как надо. Но не пошло. Не знаю, почему. Волосы прям вот как будто ты уже три дня ходишь. Помыл вроде бы. И он как-то не вымывается, что ли. Не знаю. Ну, короче, у меня с ним пролет. Ну, и напоследок будут две туши. Одна от Essence. Get Big Lashes. Такая вот фиолетовая. С огромной кисточкой. Ну, она как-то быстро высохла. Она как-то не очень прокрашивала. Она как-то не очень удлиняла. Она как-то ничего не делала. Так что... Выкидываю, не жалею. Покупать больше не буду. Следующая тушь от Max Factor. Вот такая фиолетовенькая. Ну, как? Знаете, есть такие разряд туши, которые не особо каких-то впечатлений производят. Вот она к ним относится. У нее такая странная щеточка с кучей-кучей зубчиков. Силиконовая. Толстенькая достаточно. Ну, как? Ну, прокрашивала, не осыпается. Ну, нормальная, но без восторга. То есть второй раз я бы ее, наверное, не стала брать. Так что две вот эти фиолетовые тушечки у меня уходят в помоечку. Итак, всем огромное спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии, если остались какие-то вопросы или что-то вам интересно. А так, не хотелось вас грузить огромным количеством разных баночек. Легче распределить на несколько этого видео. Надеюсь, вам что-то понравилось, что-то вы для себя подчеркнули. И до новых встреч. Всем пока.